друзья приветствую вас вечерний обзор давайте рассмотрим какие события новости происходят какие движения сейчас намечаются ожидаются на вечерней сессии завтра весь западный мир отмечает страстную пятницу не зря на страстная страсти кипят будь здоров давайте на секундочку в телеграм-канал вчера вот такой пост публиковал предупреждал что для рубля может в любой момент так или иначе этот риск сработать сегодня мы видели движение которое отчасти было связано именно с этим нельзя сказать что это прям вот железная активация были другие факторы главное это конечно же нефть но это тоже сыграл определенную лепту ну и вот такие интересные сегодня события произошли снг и пробил 4000 с придыханием следим как он там закрепиться если закрепиться это значит все продолжение банкета ну если просядет тут тоже ничего страшного главное чтобы он не грохнулся пока как бы нет оснований полагать что он грохнется но я думаю даже с учетом вот этого движения не исключено что будет закрыть и выше 4000 сейчас во многой западной во многих изданиях западной прессы сравнивают рузвельта и байдена но по сути действительно у них получается достаточно много общих обстоятельств которые делают их чем-то похожими друг на друга бы демократы оба пришли к властья на пепелище экономики которые устроили республиканцы оба активно занимается восстановлением и проводят всевозможные некромантерские эксперименты по оживлению экономики но это так лирика к слову так но смотрите вот сейчас у нас по россии очень ситуация неопределенная очень такая скажем так не позитивная я рассматривал что происходит с производством индексом и май он говорит о том что экономика россии погреб погрузилась в рецессию ситуация судя по всему будет ухудшаться помимо этого сейчас очень непростая ситуация с к видом до в россии в общем-то значительно снизилась количество новых случаев сейчас вроде как тренд сохраняется на снижение но ситуация очень опасная дело в том что нету такого масштабного процесса вакцинирования как идет соединенных штатах и западной европе соответственно в любой момент этот риск может раскрыться поскольку как бы непростая экономическая ситуация стараются свести к минимуме к минимуму локдауны и различные закрытия и это может привести к тому что внезапно вспыхнет третья волна который разовьется на фоне того что в россии очень невысокий процент вакцинирования и никто этим вопросом судя по всему серьезно не озадачивается таким образом мы получим новый и не очень приятный риск так ну вот сегодня страны опек приняли решение о постепенном увеличении добычи нефти с одной стороны это вполне здравый ход но здесь есть один нюанс как говорится дьявол кроется в мелочах и заключается эти мелочи не в том что вакцина джонсон джонсон оказалась не столь эффективно хотя в общем то об этом уже изначально было известно потому что она по другой технологии делается и по этой технологии невозможно никакими манипуляциями быстро приготовить вакцину и запустить здесь с моей точки зрения риск находится в китае дело в том что в китае судя по тем процессам которые там происходят по изменению индекса пьемой ближайшее время может выйти какая-то негативная информация ну и как всегда в таких ситуациях бывает если есть чем чем больше что-то подрисовывается тем громче потом будет звук от падения вот поэтому с одной стороны конечно будем надеяться на то что китай благополучно проскочит те риски которые связаны с тем что надлежащим образом не развивается внутренний спрос с тем что есть очень большие проблемы с внутренним рынком кредитования и соответственно то есть если вот эти риски минуют то китай действительно уже самое ближайшее время не в 2028 году гораздо раньше может выйти и стать несомненным мировым экономическим лидером вот но я думаю все таки высока вероятность того что по китаю мы увидим негативное развитие сценария это будет либо уже наверное осенью этого года либо там посмотрим куда это может быть перенесено у нас остается еще один дедлайн это май потому что американцы перенесли налоговую отчетность на май но мне кажется здесь ситуации так или иначе разрешится и у нас риски перенесутся плавно на осень а вот что касается россии то с учетом возможной третьей волны связанные с сочетанием факторов то как бы это третья волна не возникла летом так вот растат уточнил оценку спада российской экономики спад замедлился хотя нефть росла здесь должен быть не спад а должен быть по идее рост опережающими темпами но этого к сожалению не произошло так вот там какие-то страсти вокруг северного потока кипят помимо донбасса еще и вроде бы какие-то военные корабли ходят вокруг трубы ну в общем то все идет к тому что ситуация накаляется так друзья давайте перейдем графиком сегодня немножко отклонимся от траектории вот такая интересная штука появилась это living corporation производитель лития который на фоне и ряда корпоративных событий и по поводу принятия пакета байдена который будет содержать значение значительные стимулы для так называемых зеленых компаний но мы видим уже сегодня пошло бурное движение здесь есть основания полагать что в обозримой перспективе дни недели мы увидим движение на 23 этот сценарий отменится если будет коррекционный откат и пробитие 16 5 16 8 вот этого диапазона то сейчас все готово для того чтобы компания отработала эту цель и возможно даже ушла выше так друзья но snp 500 как я пустил telegram улетел в космос я вообще предполагал что здесь будет отбить от 4000 движения к нижней границе консолидации в район 3940 как мы с вами видим такой сценарий он и близко не намечается то есть весьма вероятно будет закрытие выше 4000 это очень хорошо потому что если такое произойдет то на следующей неделе когда будет открытие мы получим продолжение банкета ну и все эти движения идут на фоне падения доходности американских десятилетних трежерис дневной таймфрейм получили снижение но пока еще это снижение недостаточно убедительное чтобы она была убедительная нужно пробить и 1 целый 55 так далее dax немецкий фондовый индекс но он летит наверх хорошие данные вышли получается но фактически на 10 процентов прямо и вырос 60 на 66 ну скажем так в абсолютных величинах это 6 процентов относительных если умножить это 10 процентов ну и германия ближайшее время станет возможно даже мировым лидером сопоставимым с китаем и соединенными штатами конечно население там поменьше но судя по тому какие успехи делает немецкая промышленность и немецкая экономика они в общем-то являются очень мощным мотором европы и собственно говоря прямым конкурентом потому как с точки зрения социальной идеологической в общем-то борется за одни ценности германии соединенные штаты но германия делает это как-то более мягко и с моей точки зрения более эффективно так друзья далее nasdaq nasdaq сегодня пошел наверх и здесь у нас по нас даку очень существенный момент это пробитие закрепления 13500 пока такого не произошло но скорее всего на следующей неделе мы продолжение этого движения увидим так друзья далее дик сайт уже дневной таймфрейм да здесь идет снижение но пока ключевая цель девяносто два с половиной не пробита поэтому все это может в любой момент развернуться и отскочить на 94 сегодня конечно такого не будет а на следующей неделе посмотрим пробьет не пробьет 92 и 5 так друзья дали викс тоже дневной таймфрейм здесь у нас идет обновление очередного локального минимума но когда кризисным уровнем мы пока не пошли но здесь два варианта возможно либо действительно что-то такое происходит в умах и мы все-таки добьем этот диапазон исходим сначала на 17 потом возможно даже на 15 либо здесь вскрывают брюхо еще другим хэдж фондом которые ждали роста волатильности сделали на эту ставку может быть даже не напрямую через x а через какие-то диковинные сэрди или иные деривативы я думаю вот эта ситуация она они ясность будет на следующей неделе но максимум через неделю потому как долго заседать держать ланге на рост векса наверно как бы тут уже запасов мало и поэтому здесь будет либо провал и мы увидим новые ралли или соответственно мы услышим новую информацию о том еще какой-то крупный хэдж фонд и даже ни один налетел и здесь уже пойдет движение наверх после высадки пассажира так друзья дали нефть бренд жижечка дневной таймфрейм но что мы видим было тестирование 62 и 562 и 5 нужно прокололи и вернулись назад вот в этот диапазон сейчас давайте часовик поставим но здесь стрессов масса была сегодня это и негативные данные по китаю папе и май и заявление о неэффективности вакцины джонсон джонсон и заявление опек о том что будут наращивать добычу вот здесь у нас идет движение наверх и весьма вероятно закрытия недели будет где-то в районе шестьдесят четыре и пять вот но мы с вами убедились сегодня что вот этот уровень 62 и 5 он является ключевым на текущий момент и его пробития и закрепления но скорее всего придет к значительному снижению нефти но пока его не пробили энергии на это нету и весьма вероятно сегодня нефть подтянуты на следующей неделе и подтянут еще больше но насчет целей на следующей неделе мы поговорим попозже а сейчас я думаю движение будет на 64 и 5 критерий того что это движение не состоится на сегодня коррекционные откаты пробития 6325 вот я все-таки склоняюсь к мысли о том что это движение состоит сейчас так друзья далее фьючерс на индекс ртс часовой таймфрейм но здесь как бы страсти мордасти завершили сейчас пойдет коррекционный отскок я думаю высока вероятность того что сегодня мы закроемся в районе 144 900 с текущая ситуация несмотря на потребность скорректироваться и откатиться перед праздниками но эйфория которая царит на американском рынке она по-видимому рынке сейчас в том числе и российский приподнимет критерий того что на сегодня сейчас это движение не произойдет это коррекционный откат и пробитие 143 500 143 200 в этой ситуации наиболее вероятно разовьется движение цель которого будет в районе 141 141 1300 сейчас как мне видится больше вероятность того что фаза вот этого движения на все-таки произойдет так друзья далее рубль-доллар юзды ту мору дневной таймфрейм утром я его забыл вечером я его не забыл посмотрите пробили сейчас 76 едва опять пробили и на текущий момент сейчас мы с вами посмотрим подумаем как будут развиваться события вот прямо сходу так приходит идея все-таки на откат и на закрепление под вот этим уровнем ну и соответственно движение вот в этом консолидационном диапазоне 75 76 и 2 и торговли здесь нефть на хороших уровнях новости по поводу всяких летающих тарелок над северным потоком и возможного стягивания войск донбассу я думаю они будут на регулярной основе поступать вот ну и здесь собственно говоря вот если на текущей нефти не сработает возврат рубля в этот диапазон значит действительно там с донбассом что-то серьезное происходит не дай бог так друзья но вот часа вик часа вик достаточно позитивный на укрепление рубля и исходя из часа века сейчас у нас разовьется движение цель которого будет по тысячи пробить 76 и 2 при текущих условиях состоянии мировых рынков то что происходит с нефтью я думаю все таки большая вероятность того что мы где-то в районе 76 15 вот здесь вот закроемся вот были в районе сильного уровня на текущий момент все это движение с моей точки зрения пока себя исчерпала вот ну и даже если она себя не исчерпала на то есть геополитические риски и очень непростая ситуация в экономике ну как бы центробанку имеет смысл такие движения тушить не не допускать значительного ухода рубля из-под контроля так друзья но вот еще сбербанк это акция это не фьючерс тут очень интересная ситуация сейчас я подумаю скорее всего я его возьму вечером на отскок я подумаю если не забуду и обязательно в телеграмм на этот счет напишу очень уж красивая картина вырисовывается с отскоком на 293 прямо вот сходу ну и соответственно дейка не срабатывает если пробой 288 происходит в этой ситуации тут пойдет уже откат на 284 с половиной так друзья далее золото посмотрите здесь 1725 сделали 1731 немножко не добили вот ну сейчас я думаю больше вероятность того что произойдет коррекционный откат и движение либо на 1720 либо на 1715 вот сюда вот в этот диапазон коррекционный откат не произойдет если сейчас в течение одного-двух часов будет пробитие 1731 в этой ситуации весьма вероятно уже сегодня будет отработан 1735 так друзья ну далее тесла по тесле много вопросов но смотрите вот 650 она пробила два раза оба раза все эти пробить и они были выкуплены причем выкуплены достаточно хорошо с моей точки зрения сейчас на текущий момент я думаю все таки наверно будет консолидация в диапазоне 650 701 но речь идет о сегодняшнем и начале сегодняшнем и начале следующей недели до тесла она в общем то одна из бенефициров по поводу всех этих мер связанных и зеленой энергетикой но она настолько как бы уже накачано настолько переоценена что с моей точки зрения для нее ну скажем так наиболее простой и эффективный способ как удержаться и не обрушится это слиться с каким-то автогигантом возможно что ближайшее время какие какие-то новости насчет таких переговоров мы услышим ну а в ближайшее время ждем во-первых движение это дневной таймфрейм вот в этой консолидации 700 650 если возникает пробой 710 то как не крути ее потянут сходить на вот эту зеленую линию 833 вот соответственно пробой уровня 650 уведет ее на тест значение 589 и здесь вот уже повторное пробитие 589 она может акцию достаточно существенно обрушить вплоть до 430 потому что просто возможно пойдут массовые распродажи друзья все основные инструменты основные новости спасибо за внимание всего наилучшего